Жизнь у нас возникла в питательном бульоне. Количество хронических голодающих увеличилось на 150 миллионов. Сельское хозяйство невыгодно. Выгодно для крупных компаний. Спрос на зерно в мире будет расти. Оператор машинного доения с рядом эмигрировавших ученых не укоренились в Канаде. Благодаря большой территории России урожаи достаточно устойчиво общие сборы нарастают. Самой древней отраслью экономики является сельское хозяйство. И это единственная отрасль, которая максимально зависит от природных условий. Но и это та отрасль, которая определяет уровень нашей жизни, формы нашей жизни. И вот в этой системе одним из главных факторов, а может быть даже и самым главным, являются почвы. И сегодня у нас в гостях ученые, которые всю сознательную свою исследовательскую жизнь занимаются изучением состава, особенностей, эволюции почвы, рациональным использованием почвы. Я рада очень приветствовать заведующего кафедры экологии Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Ивана Ивановича Васенева. Здравствуйте, Иван Иванович. Большое спасибо. Здравствуйте. Иван Васенев. Заведующий кафедрой экологии Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Руководитель созданной в рамках программы мегагрантов лаборатории агроэкологического мониторинга, моделирования и прогнозирования экосистем. Доктор биологических наук. Современное сельское хозяйство работает по тому же самому принципу, что и вся экономика. Ирина Короткова, генеральный директор компании «Инконсалт-К», оператора программы мегагрантов и программы кооперации науки и промышленности. Уменьшение себестоимости и увеличение прибыли. И уменьшение в 20 веке себестоимости продукции идет за счет использования рациональных сельскохозяйственных машин, за счет использования высокопроизводительных семян и удобрений. Но, наверное, на сегодняшний день вот эта триада, она и вот такое построение технологически уже исчерпало себя или находится где-то на моменте почти исчерпания. Вот есть ли какие-то и существуют ли какие-то новые методы ведения сельского хозяйства? Тренд идет во всем мире такой, что хотя до сих пор примерно 700 миллионов, в наиболее сложные годы 800 миллионов населения в мире просто недоедают, то есть недополучают того минимально необходимого количества калорий, еще примерно столько же имеет ограничения по качеству продуктов питания основное, то в целом все же основная часть населения, включая даже самые густонаселенные страны, как Китай, как Индия, не говоря уже, скажем, о Японии, не испытывает дефицита просто в количестве получаемых с продуктами питания калорий. Но большинство стран, так называемая юга, испытывают нередко серьезный дисбаланс по качеству продуктов питания. И то, что вы сказали, вот такой продиктованной необходимостью, прежде всего, накормить население, которое за исключением значительного количества стран, но в целом в мире продолжает еще расти. Сейчас у нас 8 миллиардов, недавно было 7, недавно было 6, 5 и так далее, а скорее всего будет порядка 10. И в этом плане это имело до определенного момента, конечно же, смысл. Но одновременно в последние годы все больше нарастает тренд получения более качественных продуктов питания. Причем не просто, как сейчас популярно, органическое сельское хозяйство, органическая продукция сельского хозяйства, но, как и в случае люксовых брендов, это может устойчиво себе позволить в разных странах от 3 до 7% населения. Тренд, который активно развивается в последние годы в России, так называемые «зеленые стандарты». Вот он мне нравится гораздо больше. А разнонаправленность, да, в хорошем понимании сельского хозяйства и растеневодства и животноводства я бы обозначил, наверное, как один из основных вызовов, задач нашего 21-го столетия. 22-й год объявлен кризисом голода. За последние два года количество хронических голодающих увеличилось на 20%, то есть на 150 миллионов. Единственный способ, наверное, это поставка удобрений. Удобрения – очень важный фактор, но наряду с этим новые сорта и гибриды. Наряду с этим новые способы обработки почвы. Да, вот очень знаменитый, в принципе, имеющий корни из России, ноутил, который широко получил распространение во всем мире. Обработка почвы без оборота пласта, да. То есть это получаются плоскорезы, это селки прямого сева. Когда-то в 30-е годы они, соответственно, разрабатывались в России. Потом с рядом эмигрировавших ученых они укоренились в Канаде. И как нередко происходит, нет пророка в своем отечестве, в 50-е годы, в начале 60-х они вернулись активно в Россию. При этом, как бывает, ученые люди очень увлеченные, да, иногда идет несколько, скажем так, из одной крайности в другую. Да, были проблемы, как мы помним, с кукурузой во времена Никиты Сергеевича, Хрущева, да. Были некоторые проблемы, когда, значит, запускали новые виды, способы обработки почвы, агротехнологии в территории, районы, на те рабочие участки земель, которые к ним потенциально неадаптированы. Поэтому одна из основных задач и сельскохозяйства в целом, и агроэкологии, обосновывать грамотно трансфер наилучших доступных агротехнологий. Вот это на ближайшее время мощнейший резерв, недоиспользованный как раз в России. Ну и, соответственно, то, что сейчас для нас весьма актуально в странах Большого Юга. Почему? Потому что, в отличие от стран золотого миллиарда, где устоявшиеся технологии, год из года воспроизводимые, да, если не прямые потомки дети, близкие родственники, они наследовали, да, эти технологии. Даже в Китае при преобладании небольших участков, соответственно, идет переход понимания технологий, и восприятия уже, которые эволюционно адаптированы к условиям. В нашей стране мы претерпели несколько очень серьезных изменений в землепользовании, которые сказались в разрыве поколений людей, работающих на земле, отвечающих за землю. Открываются новые возможности с развитием новых технологий, с открытием рынков на фоне глобальных изменений климата. Как по моему мнению, да, они по большому счету все же содержат в себе значительный положительный потенциал в развитии сельского хозяйства России. Вопрос о трансфере наилучших доступных агротехнологий становится ключевым. Как-то был у меня звонок из Рейтера, и там спросили о прогнозах развития растеневодства, производства зерновых в России. Когда я сказал, что в ближайшие 5-7 лет, на мой взгляд, будет увеличение общего урожая процентов 20-30, да, по ту сторону не улыбнулись в трубку, да. Перезвонили пару лет назад, уже, так сказать, тот же вопрос был, но уже без улыбки. Но прогноз у меня остается, поскольку вот этот как бы разрыв буквально 5-7 лет, и вы посмотрите, если мы берем среднюю урожайность, да, у нас в этом году ожидается близко к 140 миллионам тонн. В прошлом году в бункерном весе, да, только по зерну было 158, в чистом 150, да. И этот год был сложный для многих регионов. Прошлое было сложным для других. Но благодаря большой территории России разнообразным условиям, у нас в целом урожаи достаточно устойчивы, общие сборы нарастают. Потому что глобальное изменение климата, наряду с устойчивым ростом средних температур, а значит суммой активных температур, прихода, я извиняюсь за несколько наукообразную терминологию, фотосинтетически активной радиации, которая дает энергию для формирования органических веществ в растении, возрастает. И это происходит у нас и в тропической, и в субтропической, несколько меньше, там изменения меньше. Но там при этом изменяется, уменьшается сумма осадков. У нас она увеличивается. То есть создается общий, более благоприятный, агроклиматический, в более широком понимании, агроэкологический потенциал для устойчивого наращивания продуктивности растений. Прежде всего, в растеневодстве. Мы не можем остановить глобальное изменение климата. Да, будет некоторый порог, когда будут подключены регулирующие мощные природные силы, которые это все же сгладят. Но наша задача это смягчить, чтобы эти изменения происходили не так быстро. К 50-му году у нас должно появиться примерно 40 миллионов гектаров потенциально пригодных для выращивания пшеницы. Дополнительно, да. Сейчас обратите внимание, залежные земли, которых у нас было больше 20 миллионов, их осталось не так много. В Черноземье практически уже не найти. На серых лесных почвах тоже. На дерновоподзолистых они остаются там, где традиционно неудобие, пошло закачкаренность и так далее. С учетом большого устойчивого спроса на зерно в мире, который, как мы понимаем, он не будет снижаться, он будет расти. Потому что такие традиционные аграрные страны, очень важные, как Бразилия, Аргентина, в них урожайность по агроклиматически обоснованным факторам не сможет дальше нарастать, скорее всего, будет несколько снижаться. У нас с 2017 года реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства. И когда она начиналась, говорилось о том, что у нас свекла, российские семена, составляют 2-3% всего лишь на все. В этом году весной выступал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, который сказал о том, что у нас российские семена свеклы 8%, картофель 9% и подсолнечник, если я не ошибаюсь, 12%. То ли это короткий срок, еще пока с 2017 по 2023 год, то ли что-то мы делаем не так, что вот почему не изменилось-то ничего. Чтобы вывести новый сорт, или гибрид, требуется гораздо больше времени. То есть работа идет, но она еще не достигла своего конечного результата. А сколько времени? Только для того, чтобы зарегистрировать уже выведенный сорт, необходимо трехлетние испытания по географической сети опытов. А вот вы сказали, сколько здесь? Практически 8 лет. А для того, чтобы вывести новый сорт традиционными селекционными способами, уходят от 10 до 15 лет. Сейчас стараются ускорить 5-7 лет. Ну а как же? Это же, представляете, когда вы оказываетесь на селекционном поле, это получается сотни элементарных участков, на которых, соответственно, вот разные переходные моменты высаживают, анализируют, исследуют, да, так сказать, разные формы. Я уж не буду использовать такую более сложную селекционную терминологию, но это очень длительный процесс, который требует значительного объема ручного труда. Но наряду с селекцией у нас должно развиваться и семеноводство. Причем семеноводство, это такое тоже требующее значительных исходных вложений, времени, труда и организации контроля процесса. Сельское хозяйство, ну у нас всегда считалось, что сельское хозяйство у нас не развито, сельское хозяйство у нас неэффективно, сельское хозяйство невыгодно. А сейчас вот изменилась ситуация, изменился подход? Сельское хозяйство в целом, безусловно, выгодно. Оно, безусловно, выгодно для крупных компаний, холдингов, которые умеют за себя постоять, у которых организационные моменты по выстраиванию отношений с рынком, с трейдерами, с органами правительства, они гораздо легче отрабатываются. И это понятно. Соответственно... То есть для маленьких хозяйств... Это сложнее гораздо, да, потому что, хотя у них есть ассоциации, но это не такой уровень, скажем, кооперации, который был бы оптимален, который бы позволял им... И авторитет. И авторитет. И авторитет эффективно. И с другой стороны, представляете, это тоже объективно, но банку гораздо проще, да, менее энергозатратно, менее материально затратно оформить один хороший договор, контракт с большим холдингом. Чем это делать? Соответственно, так сказать, с 20, 30, 50, а то и 100 хозяйствами. Потому что это же наша служба безопасности, должна проявить их состоятельность. Приходится закладывать более высокий процент. У них отличаются условия. У них очень разнородная техника, технология и прочее. Но, тем не менее, разные страны, США, Индонезия, Россия, Польша, в них всегда традиционно уделялось большое внимание именно сельскохозяйственному сословию. Потому что люди, живущие, работающие на земле, всегда были здраво-консервативны. Да, потому что здесь нельзя делать резких каких-то изменений движения, иначе, то сказать, можно просто потерять. И поэтому для, скажем так, устойчивого развития не только экономики, но и политической жизни страны, это чрезвычайно важно, чтобы этот большой слой населения сохранял вот это чувство уверенности в перспективности своего дела. И когда мы говорим о качественных продуктах питания, вот это как раз та, скажем так, ниша, да, где это может быть, наверное, в наибольшей степени достигаемо со временем, да. Поэтому вот интерес к этому есть, но это сложная задачка, которую сложно решать быстро. У нас вот только сейчас, потихоньку, если мы обратим внимание на государственные программы, пошла речь о, скажем так, длительно работающих программах, проектах, да, рассчитанных не на год-два, на три, пять, десять, что выгодно отличает Китай, да. Вот иногда у нас в политике говорят, да, китайцы думают там масштабом не только десятилетия, может быть, столетия, да. Вот в сельском хозяйстве в России необходимо переходить к такому процессу, но и в науке тоже, потому что сейчас уже не та наука, которую можно делать на пальцах быстро. Все очевидные вещи, они уже, так сказать, были найдены, решены в 18-19 в начале 20 века. Сейчас необходимо как раз тут такой системный достаточно процесс, длительный, перспективный, и для того, чтобы по нему можно было уверенно идти и эффективно, да, то надо и думать и в перспективу и с некоторым ощущением большего доверия к тем, кто этим занимается. Кадры в науке сельское хозяйство, кадры на полях, там же тоже инженерные кадры, кадры, которые обеспечивают работу машин, кадры, которые обеспечивают цифровизацию сельского хозяйства. С кадрами везде плохо, но как вот именно здесь вот воспитываются? Здесь вопрос, когда у нас говорится, что очень хорошо у нас достижение 3% безработных рекордной цифры, да, но каждая медаль имеет две стороны, да, то есть, значит, как бы нет вот столько эффективной конкуренции у людей, чтобы они находили вот эти свободные ниши. И вы правильно отметили, в сельском хозяйстве получается серьезная проблема. Почему? Опять же, обратная сторона наших больших площадей. Сложно на больших сельскохозяйственных площадях обеспечить такой же уровень благосостояния. Детские сады, к которым мы привыкли в городах, да, поликлиника, вот так сказать, в пределах пешеходной доступности, школы, университеты, супермаркеты, да. Хотя сейчас это постепенно нарастает, особенно вот смотришь в московской, области, да, и видишь, что вот здесь что-то развелось снова здесь, поставлено. То есть, это эволюционный процесс. Жизнь нас научила, что нас стремится развиваться эволюционно. Но сельскому хозяйству в этом плане, конечно, надо помогать, поскольку это по определению, да, как мы знаем, это больше цикл возврата капитала. Последние годы качество тоже, так сказать, абитуриентов фагоральное вузы, оно растет. Те, кто идет в магистратуру, в аспирантуру, тоже. Не так быстро, как хотелось бы, да, но опять вспомним, что это эволюционный процесс. Если мы смотрим не только на европейские страны, да, но сопоставляем, скажем, с китайскими университетами, уровень пока материально-технической, приборной базы у них в среднем выше, чем у нас. Но уровень креативности наших студентов пока, слава богу, выше, да, поэтому здесь мне кажется, что перспективы есть. В свое время я встретил в американском университете, когда ребята в магистратуре, аспирантуре приходят, начинают день с анализа того, что востребовано на рынке. Утятся по одной специальности в бакалаврате, переходят в магистратуре на другую, в PHD, в третью, да, то есть они вот следуют. Это такие правила или это просто желания? Они сами желания, где не видят, какие перспективы. То есть у нас, соответственно, вот государство, наверное, должно ставить перед собой задачку немножко лучше прогнозировать, где будут потребности для развития в связи с программами, то, что вы сказали, серьезными, развития сельского хозяйства и, соответственно, где надо создавать вот привлекательные условия для подготовки ребят, чтобы они успели их разглядеть, увидеть, скорректировать свою траекторию профессиональной подготовки и адаптироваться к этому. В Тимирязевке каждый месяц проводятся довольно много мероприятий с участием ведущих компаний, производителей, удобрений, сельхозтоваропроизводителей. В ближайшее время будет целая серия мероприятий с Эканивой, где начинается поиск, да, кого надо готовить, и они уже ищут, скажем так, они формулируют задачи, они подбирают на практику ребят, в практике они рассматривают, ребята рассматривают тоже, какие условия для них привлекательные, что. И по мере, вот, скажем так, роста такой социальной инфраструктуры, я думаю, что все же удастся переломить вот эту пока еще негативную тенденцию сокращения роста, работающего в сельском хозяйстве сельского населения, потому что у нас пока та, значительная часть сельского населения работает не в сельском хозяйстве. И в отличие от Китая у нас при этом есть дефицит сотрудников квалифицированных разного уровня квалификации. Высококвалифицированный механизатор, высококвалифицированная вот работница на ферме, даже здесь ее сложно подобрать тут как оператор машинного доения действительно да это получается не просто изменение название это другой уровень квалификации ответственности задач не говоря уже об агрономах до инженерах и так далее ветеринарных врачах с 10 года вы возглавляете летнюю школу это для кого для школьников для студентов жизнь у нас возникла в питательном бульоне нам хочется чтобы соответственно у нас был такой питательный агро экологический бульон в котором бы люди из разных регионов россии и мира там 16 было из 16 стран представителей они бы делились своими мыслями идеями в каждом регионе своя специфика свои достижения свои проблемы и просто при обсуждении часто как вот на семинаре до идея бросается и ребята просыпаются у них какие-то идеи и это их может быть не с первого раза зацепляет что-то потом под цепочки развивает и кроме того это соответственно современная наука особенно агроэкологическая серых и хозяйства на она требует анализа больших объемов данных обобщения систематизации и вот такого общего мозгового штурма летняя эта школа наша которая иногда две недели иногда недели мы зависим тоже от инвесторов и очень приятно что в этом году нашим инвестором стал наш выпускник выпускник школы 16 года который сказал вот я готов пожалуйста да так сказать и более того в конце когда уже у нас не было запланировано вот какое-то такое скажем так мероприятие за столом он сказал давайте давайте я готов и действительно такое общение у ребят возникает вот эти горизонтальные связи да и так сказать мы с коллегами активно общаемся которые работают на дальнем востоке которые работают в сибири которые работают за пределами нашей страны бывали случаи ребята приезжали три раза один участник приезжал четыре раза да почему поскольку это было не только приятное общение но это было продуктивно то есть бывало вот человек приезжайте вот он уже дорастает до директора серьезного департамента да и все равно ему это интересно мышь не только картические жюри готовите кадры кадры да но при этом мы привлекаем ведущих профессоров и рикардо из италии профессор штурфогель из нидерландов из сша елена михайло должна на следующей неделе подъехать до которой полный профессор в америке в сша она сама исходно было москвичка мы с ней общались в корнельском университете она всегда с удовольствием приезжает дает лекции общается и соответственно если кто не в живую то по зуму интернет в этом году на летней школе выступал минк вонг у которого индекс хирша 131 когда он к нам приехала уже в живую после конференции которая была в сентябре за что я благодарен что у нас возникла такая возможность дал три лекции я его представляю на очередной лекции говорю индекс хирша 131 он меня поправляет 134 то есть получается вот это как бы глоток своеобразные кислорода и новое открытие окошко и ребята смотрят и для них это замечательный пример что можно быть успешным интересным не только в бизнесе не только в театре не только в кино а занимаясь наукой принося пользу людям в том числе в такой врагодатной сфере как сельское хозяйство продовольствие экология и прочее вы возглавляете лабораторию агро экологического мониторинга моделирование и прогнозирование экосистем которая была создана в 11 году по программе мегагрантов совместно с нобелевским лауреатом рикардо валентине о котором мы уже сегодня не один раз говорили в одиннадцатом году была создана эта лаборатория существует она до сих пор она существует расскажите о ней что вы сейчас делаете кто у вас коллективе у нас в коллективе соответственно и мы продолжаем активно сотрудничать рикардо валентине те ребята которые начинали будущее студентами до в двенадцатом тринадцатом году они уже стали у нас ведущими доцентами на ведущими научными сотрудниками но общее направление исследования в области агроэкологии агроэкологического экологического мониторинга исследование потоков парниковых газов их связывания систем поддержки принятия решений сохраняется значит вот на стыке как раз в четырнадцатом году вот здесь с рикардо мы таскать вечером шли его провожал до места где он жил он говорит ну вот у нас эдик аварин все же дороговато надо подумать о других установках меньшего размера да и вот у него возникла идея айти датчиков начала для соответственно для леса да поскольку там вот было ну так сказать мысль было более да потом это соответственно то что называется crop talker а вот в этом году мы таскать подали заявку и оказалось что уже китайцы нас по многим вопросам обошли у них свои вот эти датчики нам надо уже смотреть свою специфику да а это действительно гораздо с одной стороны дешевле с другой стороны это выполняет своеобразную функцию аналог дабл gps по отношению gps gps на наших мобильниках мы легко находим свои координаты с точностью 13 метра повседневной жизни для нас хватает но для того чтобы обрабатывать картофель его не повредить нужна точность уже в пределах первых сантиметров тогда мы ставим дополнительную станцию дам gps определенными координатами она вносит системную поправку обеспечивает эти точные координаты и возможность работы соответственно это система а эти датчиков мониторинга она как раз направлена на системные поправки разрабатываемых нами агро экологических моделей продукционного процесса и систем поддержки принятия решения о чем мы говорили что необходимо агрономом те кто работает на земле в том многообразии возможностей вариантов найти наилучшую доступную агротехнологии спроектировать а потом еще по сезону вполне возможно оперативно скорректировать поскольку если осадков не как среднем многолетние существенно меньше надо менять соответственно в применении удобрения переходить на листовую подкормку уменьшенном количестве и так далее да поэтому вот соответственно это продолжает быть интересно это развивается и сейчас у тех раньше которые были студентами стали ведущие инженеры у них уже свои появились аспиранты магистранты-студенты а у соответственно аспиранта есть свои магистранты-студенты получаются вот такие цепочки очень интересные к сожалению конечно наши возможности удерживать лаборатории максимальное количество сотрудников было вот когда мы ставили вот такие региональные распределенные доходило до 65 невозможно кто-то ушел в бизнес вот я приводил пример стал инвестором летней школы сейчас у нас значительное количество выпускников создала центр с участием рекарда валентиннику даже без него в рода и на да кто-то на дальнем востоке уже работает поэтому такая распределенная региональная распределенная система она продолжает жить им очень благодарны этой программе мегагрантов что она вот дала такую затравку возможность это что благодаря этому у нас установились такие длительные несмотря на все сложности которые сейчас имеют место быть отношения с таким замечательным ученым как рекарда валентинни да это ж тоже чтобы он нашел время приехать до доскать и вот у нас он уже в паска вид на время как-то значит больше двух месяцев осенью проработал причем так сказать он не только там консультирует что-то правит он берет паяльник с ним паяет под вытяжкой таскать вот он человек очень разноплановый интересный и он влюблен в россию спасибо вам большое вам большое спасибо за проявленный интерес